Смотрите, давайте подумаем, что из себя представляет наш народ. Как я вот постоянно уже говорю неоднократно, народ наш представляет из себя совокупность очень-очень сильно ухудшенных, удаленных от рабственности, морали, совести, гуманизма, существ, очень-очень сильно подвинутых назад в животное состояние, и даже задвинутых за это животное состояние. То есть сначала в России, как я тоже говорил неоднократно, до революции селекция не проводилась, в то время как в Европе тысячу лет рубили головы ворам, насильникам и мошенникам, а в России никому головы не рубили, то есть население к революции пришло крайне неоднородным. То есть была дикая там нищая совершенно крестьянская масса, доведенные до голодной смерти, и опять же этими законами были какие-то там попы, среди них тоже преобладали мерзавцы, вот была власть, была интеллигенция довольно крепкая, и все эти слои, было купечество, вот и все эти слои стояли, так сказать, каждый на своем уровне, и никаким образом не смешивались. После революции, значит, товарищ Сталин и ежесним, они просто у этой пирамидки отрезали голову и оставили исключительно один скот бандитов, мерзавцев и преступников. Из этой вот неоднородной сборной солянки, какой представляло себя население России, была проведена селекция на скот. То есть сейчас радикально преобладает быдло, в которых инстинкты преобладают над разумом, дикие первобытные животные инстинкты, укради, убей, изнасилуй, обмани, смошенничай, предай, продай, вот совести никакой нет. Вот, что мы видим вокруг, мошенничество процветает, культивируется. Быдло, оно само по себе тоже делится на всякие разные категории, и есть там так называемый, с так называемой конвенциональной или конвенционалистской моралью, которую, если хорошо воспитывать с детства, можно из него воспитать более-менее таких приличных обывателей. Вот, есть градации шлак. Вот в нормальных странах, там в европейских странах, шлака вообще в природе рождается где-то 2%, и он долго не живет. То есть это совсем вот отмороженные убийцы, насильники, там педофилы. Вот, и обычно его казнят на, так сказать, взлете, еще там в раннем подростковом возрасте. Вот, у нас этот самый шлак специально, так сказать, разводят и культивируют, и я боюсь даже сказать, сколько у нас его процентов в населении, но не 2 точно, может быть 20, может 30. В общем, жизнь довольно жуткая. Вот, то есть у нас самую худшую, самую криминализованную, самую безмозглую, самую агрессивную, отвратительную градацию населения специально разводят и культивируют. Дальше. Основная часть населения у нас пребывает постоянно пьяная, то есть агрессивная и себя не контролирует. При этом даже, в общем-то, люди более-менее приличные, но когда трезвые, когда пьяные, они совершенно неприличные. В народе основная культура – это культура пьянства. Пьют вечером, вечером вся эта народная масса пьяная, в выходные вся эта народная масса пьяная, с поехавшей крышей агрессивная. Дальше. Поехали дальше ещё интереснее. Соответственно, половину населения у нас составляют бабы. Ну, может быть, чуть больше половины населения, особенно в возрастных категориях старше 40 лет, потому что мужчины от наших законов, как известно, мрут как мухи. Но будем считать 50 на 50. В данном случае точность такая не критична. А бабы эти с детства воспитаны при матриархате, пропаганда путём средств массовой информации, воспитаны как высшая раса. Мужчин они считают за низшую расу, вообще жить недостойно. За рабов, за обслуживающий персонал. Мужчин ненавидят. Со всеми вытекающими отсюда последствиями для мужчин. Дальше. Бабы воспитаны в духе полной безнаказанности. Уже сейчас в семьях жёны гораздо чаще убивают мужей и без огнестрельного оружия, а просто там травят сковородками, топорами, ножами. Вот. И чем мужья убивают жён? А что будет, если этим жёнам ещё дать пистолеты в руки? Дальше. Значительная, обычно лучшая часть детей, самая интеллигентная, самая душевно утончённая, самая обычно физически слабая, в школах так называемых, ежедневно подвергается избиениям, издевательствам, унижениям от быдлосокамерников и учителей, доведена до отчаяния. Дальше. Следующее положение хода моих мыслей. У нас имеется узаконенный, совершенный беспредел людей, владеющих властью, так сказать, властей нижнего звена. Всяких там чиновников мелких, паспортисток, ментов, судей. Я извиняюсь поближе к моей, так сказать, увлечениям рыбоохраны, рыбнадзора, гаишников и так далее, и так далее. То есть непосредственно вот эти самые мелкие государственные органы, которые непосредственно вступают в силовое взаимодействие с простыми людьми. Многие из них занимаются узаконенной преступностью, утворят полный беспредел. По крайней мере, с милицией я делал не очень много, но с рыбоохраной приходилось. Мне кажется, что да, даже не каждого бандита возьмут, потому что это не люди, но совершенно жуткие. Настолько действие этих мерзавцев не имело ничего общего с моралью, с дравым смыслом и вообще какой-то этикой. Плюс у нас совершенно обычный обыватель, гражданин, не имеет никакой возможности защититься ни от бродячих собак, которые уже представляют из себя национальную, да и общую мировую катастрофу. Но и вот собак якобы хозяйских, но, как известно, 9 из 10 хозяев владельцев собак – это дебилы. Они совершенно равнодушно смотрят, как их собаки рвут и облаивают, в лучшем случае, мирных граждан, им вообще на это насрать. Тут я могу рассказать десятки случаев из своей жизни. Я думаю, я в этом не одинок. Дальше. В обществе у нас идёт, так сказать, негласная, но очень проводимая, очень жёсткая политика стравливания всех рабов или граждан, как вам больше нравится, всех со всеми, чтобы люди не могли объединиться против реального врага, государства. То есть у нас родители, жён стравливают с мужьями, родители стравливают с детьми, учителей с учениками, обыватели с обывателем, начальство с подчинёнными, интеллигенцию с быдлом и так далее, и так далее, и так далее. В обществе чудовищная социальная напряжённость. Все ненавидят всех. Стариков с молодыми, вот этих чиновников, как я уже сказал, с простыми людьми и так далее. Причём я уверен, что я ещё далеко не всё упомянул, а многое из того, что я сказал там о рыбалке, о собаках, это мои шкурные интересы, что этот список может быть очень и очень продолжен. К такому пьющему, неадекватному обществу, процентов так, ну на 90, состоящему из потенциальных преступников, в котором процентов 90 живут за гранью нищеты, где все ненавидят друг друга. В каком правовом поле? Это всё «правовом» в кавычках. Вот, давайте посмотрим на некоторые из, так сказать, реальностей наших законов и законотворчества текущего. Значит, 90% судей у нас бабы-мужи-ненавистницы. Сейчас уже по радио, уже открыто, я слышал, по-моему, даже по эхо Москвы, уже открыто говорят о запредельной жестокости и запредельной несправедливости женщин-судей в отношении подсудимых мужчин. Когда женщина-судья и мужчина-подсудимый, его посадят всегда. Оправдательные приговоры ему не вынесут никогда, по факту того, что судья-баба. Дальше. У нас в нашем матриархальном, опять же, законодательстве, государстве, имеется презумпция виновности для мужчин. Мужчина, попавший под пресс нашего законодательства, наших правонарушительных таких органов, он всегда виновен. Дальше. У нас существует презумпция насильников для мужчин. То есть, мужчина по умолчанию насильник. Вот. И мы знаем, что вот только что несколько молодых людей по клевете отправились на очень большие сроки по ложным обвинениям в изнасиловании. Что, например, в такси мужчина везет каких-то баб в такси, они отказываются платить, и когда он начинает требовать с них деньги, они визжат, что ты нас насилуешь, и вызывают полицию. Поскольку суды все насквозь матриархальны, презумпция виновности для мужчин, презумпция того, что мужчина автоматически насильник, бабам ничего не будет. Дальше. У нас два совершенно разных параллельных уголовных кодекса. Хотя это все записано под одной обложкой, и на самом деле их два – для мужчин и для женщин. Один из них совершенно страшный, лютый, совершенно несправедливый, драконовский для мужчин, и льготный, мягкий, замечательный для женщин. Кроме того, у нас две правоприменительные практики. Мало того, что откровенная дискриминация мужчин проводится в семейном, в уголовном, в уголовно-процессуальном кодексе. Это все существует, просто это все замалчивается, это все на бумаге написано. Поэтому в условиях такого, мягко говоря, низкого качества населения, и такого, мягко говоря, низкого качества правового поля, я тут как-то слышал по радио, как один мент застрелил целую семью, за то, что они не остановились, и они не могли остановиться, у них сломался тормоз. И там этот самый отец семейства, у него была жена и двое грудных, один грудной, один, значит, два года ребенка, он просто гнал по трассе, он не мог остановиться, у него полетели тормоза. Он не мог затормозиться. Менты за ним гнались, предупреждали, предупреждали, потом застрелили, взорвалась машина, мент застрелил всю эту семью. Поэтому, ребят, тут какая-то безвыходная ситуация. Сами условия задачи составлены неправильно. Значит, у нас в стране еще есть такой мораторий на смертную казнь, введенный в 92-м году, который в средствах массовой информации является абсолютно табуированной темой, потому что, я думаю, почти 100% населения, все нормальные люди этим крайне недовольны. В 92-м году мне один мой друг, очень разумный, он сказал, что я бы, говорит, эту смертную казнь вообще бы применял в 9 из 10 всех случаев ко всем ворам, ко всем мошенникам, ко всем хамам и так далее. Я с ним полностью согласен. То есть, должна производиться дезинфекция, нормальная чистка населения, которая в Европе, например, проводилась на протяжении последних тысячи лет. Поэтому там одни люди живут, а у нас люди, а у нас совершенно другие животные. заменяют людей. Именно на интеллигентных людей в первую очередь в жизни идет атака баб, чиновников, ментов, владельцев собак, рыбинспекции и прочих-прочих этих преступников в погонах и узаконенных, и неузаконенных. Так что, вот еще хочу сказать, как биолог, такой интересный факт, что те животные, у которых есть очень серьезное, естественное оружие, там некоторые хищники или некоторые птицы с очень острыми клювами, там есть такие цапли, которые там, ну, копье аисты, есть такая интересная птица олуша, морская, она ныряет вниз головой со скоростью 100 км в час в океан, складывает крылья там, как снаряд. Вот эти олуши живут очень-очень тесными колониями, там на квадратном метре, там несколько пар. И они вполне могут убивать друг друга этими клювами, поэтому у них выработана очень сложная и очень интересная система умиротворения, снижения взаимной агрессивности. И вот аналог этого имел место быть, например, на Диком Западе, когда у всех было вот эти внестрельные оружия, вот там эти револьверы висели, на штанах, как любят показывать в вестернах. Так вот, там, в общем-то, по-быстрому перестреляли всю шваль, и простые обыватели, у них была очень сложная и очень обширная система выказывания друг другу вежливости и уважения. То есть они там снимали шляпы, раскланивались, прикасались, то есть это было вообще вот удивительно внешне вежливое общество, когда на каждом висел пистолет, и он мог его совершенно спокойно, и, в принципе, относительно безнаказанно, пустить в ход. По Москве-то еще туда-сюда, а за город вот газовый баллончик. Вот, и вот недавно с подругой, ну, это от собак тоже, от хулиганов, вот, с собаками там вообще тяжело. У меня там в подъезде на первом этаже живет алкоголичка, больная с ПИДом, у нее постоянно отбирают детей, она живет постоянно с мужиками, с зоны, вот, это самое, то есть, ну, это вообще крайняя градация шлак, и она постоянно таскает с улицы собак, у нее тоже живет там овчароид, который бегает и бросается людей в любое время дня и ночи. Вот, вот, то есть постоянно, пользуясь отпугивателями собак, вот такой купили, он дешевый, этот китайский с Алиэкспресс, вот так работает, сейчас, вот так он гудит и гудит и мигает, и ультразвук. Вот пока не пробовал, но хотя бы дешевый, что-то там рублей 230-250, а то у нас все остальное там от нескольких тысяч начинается. У меня был один отпугиватель за 2000, но я его благополучно тоже с первого же лета утопил на рыбалке. Вот, так что давайте, ребята, пока спасаться подручными средствами.